Дорогие друзья, всем Маткульт привет из Снигерей! Все, байкальский сезон завершен. Начинается сезон 2024-2025 разъездный. Собственно, он уже начался. Ездил в Бериндеево-Поляно на школу Ройгородского. Даже пытался там отловить... Ну, как пытался? Нет, я там лекции читал, но обнаружил там международника нашего самого крутого, которое второе место заняло, абсолютное. Но пока я не смог его уговорить записаться. Не смог уговорить, да. Вот, ну ничего, может быть, Ратибор запишется. А я пока хочу пройтись по целому ряду новостей, которые, значит, на 1 сентября очень актуальны в этом году. Так, во-первых, YouTube таки все. Ну, то есть, как все? Можно, конечно, там пользоваться всякими ухищрениями, его смотреть. Но опыт показывает, что все-таки большинство людей смотрят то, что просто смотреть, а не то, что сложно. Поэтому нужно нам переходить. И мы решили перейти в первую очередь на Рутюб, но также и на другие каналы. И публиковать там, как мои вот эти вот, так что Маткульт, привет, вот то, что сейчас, да, на канал пойдет. Ну и по родной школе тоже. Ну, по родной школе, кстати, уже давно ушли в другие каналы. И, соответственно, на Рутюб существует суперкнопочка. Уже ее мои друзья нажали, помощники. И все видео, которые были на Ютюбе, все до единого сейчас находятся на нашей страничке Рутюб. Так что вот сюда, первым делом, вот как вы только, да, начали смотреть это видео, первым делом сюда идете, чик, и подписывайтесь на Рутюб. Теперь все главное будет там. Также, кроме Рутюба, подписывайтесь на Дзен и на платформу. Ну, вот мы так, с качества эксперимента, будем заливать еще на платформу какой-то новый ресурс, вроде как очень похожий на Ютюб. Но если он не взлетит, то останется Рутюб. Рутюб и Дзен. Вот, там Телега, наверное, мы будем перепащивать просто видео, скорее всего. Насчет ВК, у меня все предлагают ВК-видео. Нет, подождите, значит, у меня будет в некоторый момент визит ВК с лекцией, если там не сорвется, по крайней мере. Я хочу прямо на месте попробовать все-таки договориться о том, чтобы в моем, конкретно в моем блоге не было никакой рекламы. Если договориться удастся, с удовольствием будем постить и на ВК. А пока мы на ВК постить наше видео не будем. То есть там, естественно, продолжается вся жизнь, которая там идет, 67 тысяч наших подписчиков, там всякие, куча народа там что-то постит. Это все нормально совершенно, но все-таки в качестве площадки для видео пока использовать не будем. Ждем, чтобы можно было делать это без рекламы, как я люблю. Так, прекрасно. Что еще я хочу сказать по поводу этого перехода? Вот что. YouTube мы не будем бросать, хотя в данный момент я не могу к нему даже его открыть, кроме как на мобильном интернете. Но у меня есть помощник, который сейчас будет это делать, даже много помощников. И один там основной помощник, Олег. И будут, конечно, мы будем заливать на YouTube, как и заливали раньше. Почему? А вот почему. Дело в том, что на самом деле математика настолько интернациональна, что даже по обе линии фронта. И так как по ту линию фронта ни хрена не показывают, как мне объясняли наши, многие блокируют, глушат и так далее, уж особенно на Украине. То, соответственно, на Украине единственный способ смотреть мои видео, это YouTube. Ну, я же не могу лишить, значит, сколько там осталось, 30, 25 миллионов русскоязычных украинских подписчиков, ну, не подписчиков, но населения, территорию Украины. Я же не могу лишить того, чтобы они смотрели маткульт-привет. Поэтому маткульт-привет будет, извините за цинизм, транслироваться по обе стороны фронта. Вот у нас на наши, там на YouTube. Так, отлично, идем дальше. Идем дальше. Да, я, кстати, еще раз хочу по этому поводу сказать. Любые высеры по поводу того, что там типа, что вы там, или ваш сын еще не на передовой и так далее, не только безжалостно стираются, или наоборот какие-нибудь высеры типа Алексей. Ну, короче, любые политические высеры немедленно удаляются, значит, вместе с тем, кто их сделал. То есть он банится немедленно. И если в следующий раз он с какого-то другого канала войдет, я, конечно, это не пойму, но он уже будет знать, что если он еще раз это сделает, то и с этим каналом вместе он будет удален. В общем, имейте это в виду. Математика – это математика. На маткульт-привет, у нас никакой войны нет. У нас мир, дружба, жвачка, только на русском, конечно, языке. Так, идем дальше. Так, вот когда это видео будет опубликовано, уже будет опубликовано мое обращение к Герману Оскаревичу Грефу, а также остальным финансистам. Поэтому здесь, значит, я уже не спойлерю, когда говорю, что оно будет. Оно уже было. То есть я сейчас записываю, его еще не было, но когда оно произойдет, значит, наш видео выйдет после того, как оно произойдет. Вот, там будет предложен очень классный, точнее, это уже предложен, очень классный способ решить финансовую, значит, самую главную финансовую проблему, вообще самую главную проблему школы. Это проблему зарплат учителей. Ну, там, я с тех пор, как он опубликован, уже получил ряд отзывов, типа, ты что, во, там, как бы, все потоки контролируются, таким образом ничего не решишь. Отлично, у меня другая идея, давайте 1%, на 1% поднимем, значит, этот самый подоходный налог, этот процент будет чисто учительским. Вот, пожалуйста, если это вам не понравится, выдумывайте сами. Вот, ну, вот, в общем, как бы это обращение, и также еще параллельно с моим сейчас видео идет обращение к нашим родным учителям, ко всем учителям России, миллион с лишним человек, вот, воодушевляющее обращение на 1 сентября. Как это воодушевляющее, да, вроде все, как бы, по-прежнему? Да нет, на самом деле, как бы, есть определенные шансы, определенные надежды, они пока, так сказать, в виде каких-то скрытых механизмов действуют. Вот, в общем, смотрите обращения к учителям, тоже, я думаю, что в этот момент они уже доступны вот тут, в описании к видео. Так, значит, ну, соответственно, все ссылки вот тут, вот, на наши каналы. Теперь, значит, от друзей Школкова, мои друзья, моя, значит, это суперинтернет-контора, организует невероятный, совершенно невероятный размах кружков в Татарстане, а также вообще, в принципе, математических кружков по стране, но вот особенно, значит, в Татарстане набирается прям буквально в каждом районе, все учителя математики приглашаются, все, не только в Татарстане, всюду, но в Татарстане особенно много их, вот, так что вот по этим ссылкам, пожалуйста, заходите, смотрите, для учителя математики это дважды поддержка, с одной стороны, Школкова за участие в этих кружках, там, ну, доплачивает вполне содержательные денежки, а во-вторых, учитель прокачивает свои знания в математике. Так что всех, просто без всякого зазрения совести, приглашаю, вот, это, как сказать, если это реклама, то от чистой совести не за деньги, а за общее дело. Далее, да, кстати, в какой-то момент даже я выступлю перед учителями в программе, там, программе Школкова, где-то в течение осени это произойдет. Так, далее, следующее, значит, это выезды осени. Выезды осени, особенно в сентябре. Я сейчас буду по памяти, но потом я соберу информацию, и вот тут внизу, пожалуйста, посмотрите подробно, все подробно. По-прежнему за несколько дней всегда будет все появляться в ВК, математика просто, да, в ВК, это как раз, ну, вот, может быть, телеги будем это перепащивать. Скоро, вообще, может, сайт даже появится, который будет работать там, живой такой. В общем, выезды. Итак, первый выезд, называется выезд в Москву, в центр Москвы. 3 сентября. Православная община высшей школы экономики. Никто не ослышался. Такая существует, чтобы вы понимали. Всюду жизнь. Не все черно-белое. Православная община высшей школы экономики существует, прекрасно себя чувствует, и дай ей Бог здоровья, и приглашает меня прийти и провести встречу. Ну, я дозвал, кажется, назвал самые красивые на свете. А, от Пифагоровых троек великая теоремия Ферма краткое генетическое введение в математику. Регистрируйтесь по ссылке обязательно. Вот форма для регистрации. Но только у меня просьба. Значит, там не очень большой зал. Это середина дня. Понятно, что большинство народу в середине дня не доберется. Не надо регистрироваться, если вы не уверены, что вы придете. Вот, ну, не надо. То есть, не надо, как бы, вы отнимаете места у тех, кто точно придет. Вот, кто знает, вот я приду. Все, я приду. Вот все пусть и регистрируются. Вот. Так, это 3 сентября, 16.00. На Мясницкой, 20. Все в описании. Так. Троицк. Город Троицк. Посещу я снова. Троицкая православная школа. Москва, деревня Пучково. Значит, адрес внизу. Античные задачи математики, нерешенные по сей день. Ход абсолютно свободный для всех вобще. Вот так. Всех жду в Троицке. Это теперь Москва, между прочим. Так. Меня очень уговаривали и уговорили перенести поход на утро пятницы и утро субботы в Екатеринбурге. В пятницу перелететь в Екатеринбург 13-го, в пятницу 13-го сентября перелететь в Екатеринбург и поучаствовать в фестивале IT-пикник, который проводит Контур СКБ. 14.00. Это в парке Маяковского. Я его хорошо очень помню. Я там бегал много раз, совершал поход. Для меня Екатеринбург почти родной город, на самом деле. Я, значит, очень долго жил на Чапаево и совершал несколько раз, много раз поход через парк Маяковского и через парк лесоводов России в Дохиммашу и возвращался, соответственно, на первом троллейбусе и на других видах транспорта. Так вот, в парке Маяковского в 14.00 моя лекция «Невероятные математические сюжеты в жизни каждого из нас» называется. Еще подберу сюжеты. Под это дело. Подберу их обязательно. Регистрируйтесь по ссылке, приходите все. Регистрация бесплатная. Ну, то есть только нужно зарегистрироваться обязательно, чтобы знали, сколько нас. Вот. Дальше, значит, теперь кратко, что дальше будет. 14.00 я возвращаюсь в Москву сразу же. Из 16.00 уезжаю на юг. Через Краснодар в Майкоп. В Майкопе 17.00 я числа выступаю. Там еще подробнее, что именно будет 17.00 в Майкопе, я напишу в ВК. Следите обязательно за объявлениями. В 18.00 утром перемещаюсь в Орленок. Там провожу занятия в рамках, во-первых, Южного турнира математиков ежегодного, во-вторых, в рамках фестиваля «Наука всюду», который мы выиграли, значит, вот грант с этим фестивалем. Орленок совместно с Майкопом, с нашим Адыгейским государственным университетом выиграли этот грант. Я участвую, значит, я как основной хедлайнер, ну, один из нескольких. Буду выступать и в сентябре, и в октябре еще раз в Орленке. Так, это будет 18 сентября. Потом там я через Сочи возвращаюсь в Москву, и в Сочи, может быть, тоже будут какие-то встречи, но это пока непонятно. Далее 23-го я улетаю в Бииск. Ой, извините, в Томск. 24-го выступаю в Томске, сажусь на поезд, еду в Бииск. 25-го выступаю в Бииске, сажусь на поезд, еду в Горно-Алтайск, чтобы оттуда улететь. Но я вечером хочу забежать на горку. Эй, Горно-Алтайск, я помню, что кто-то оттуда мне писал. Пожалуйста, обязательно напишите еще раз. Хибины, собака, мейл.ру. 25-го вечера можем вместе сбегать в горку. Там какая-то, то ли, школа частная была, я точно не помню, но, пожалуйста, Горно-Алтайск, свяжитесь. 26-го улетаю из Горно-Алтайска в Москву. Так, значит, дальше 3 дня наперевести дух и провести какие-то дела в Москве, значит, пообщаться с семьей. Поход. 29... 30-го я улетаю в Новосибирск и провожу там занятия на школе РАН. Школе... ой, как называется? Съезд школ РАН. Вот. Конференция базового школы РАН. Тут же улетаю в Москву опять. Там дальше что-то еще будет. Дальше Шатавинская школа. 8-го октября в Воронеже. А также выступление в гимназии имени Басова. 14-го октября Казань. 15-го перелет Казань-Сочи. 16-го октября снова в Орленке. 17-го октября Липецк. Так, 23-го, кажется, я лечу в набережные Челны. 24-го выступаю в набережных Челнах. 20... Так, и в конце октября я... Что-то еще я пропустил и забыл. Ближе к делу еще запишем. Потом Сочи. Южный... Ой, да. Угу. Сириус. Это самая смена. Кавказская смена. Я прилетаю на самое-самое начало. С 31-го октября мы вместе летим с женой и тремя мелкими детьми до 4-го ноября. Потом, кажется, будет Вологда. Сейчас будем договариваться о том, когда будет Вологда. Так, дальше я полечу в этот самый... Я полечу в Астрахань. 12-го, кажется, ноября. И хочу зацепить Элисту. Элиста, свяжитесь, пожалуйста. Будем думать, как. Хотя у меня есть контакт, я еще напишу. Так, тут я открываю свой дневник. Не забыл ничего. Возможно, Ставрополь подцепим после Элисты и посмотрим. Брест и Полоцк будет на каникулах с 18 по 22 ноября. Один или семьей, посмотрим. А, Эвко. 18 ноября открытой лекции в лектории Эвко в Москве. 18 ноября. Ничего я не забыл. Нет, ребят, извините, если я кого-то забыл, то потом напомню. Так, еще будет в какой-то момент Варан Хиггс выступление. В какой-то момент в Бауманке выступление. В какой-то момент... О, в тюрьму. Ну ладно, это я не буду. Там, по-моему, просили не рассказывать. В тюрьме буду выступать. Но не буду говорить, в какое и когда. Как Фантомас, да, говорит. Так, ничего не забыл. Куча записей, я их даже не упоминаю. Ну, я только про выезды. Да, 100 уроков добиваем. Ага. Так, так, так. И экономикон Адыгейского госуниверситета со 2 по 6 декабря в какой-то... В какие-то из этих дней. Осталось несколько неохваченных городов. Ярославль 9. Там надо смотреть, если только заседание ран помешает, тогда чуть-чуть перенесу. Снова набережные Челны, Нижнекамск. И на полис какие-то из этих визитов в Казань тоже будет, конечно же. Фестиваль в Фатерстане, может быть, будет. Так, ну и на зимних каникулах, возможно, я сцеплю солью сибирская. Это мы посмотрим. Там зовут... Зовет один знакомый хороший физик. Так, ну это я не обещаю. Вот. Это что касается сезона... Осень 2024 год. Ага. На это не смотрите. Это я упал с лестницы на Байкале. Дальше. Пора завершать, наверное, да? Иначе я всех задолбал уже. Сейчас завершу. Наверное, с этого надо было начинать. Но мы еще здесь повторим один раз потом. Нематематическая книга о вдохновении чем-то еще, чем-то еще, чем-то еще. Или иными словами, Савватеев 50 лет. Вставайте в очередь. Я не знаю точно, будет ли здесь уже ссылка, где можно ее приобрести. Она у меня будет на сайте, конечно, висеть. Но можно и купить. И это будет классно. Вы поддержите меня, если купите. Но я про это еще очень много раз буду говорить. Так что просто имейте в виду, скоро она выходит. И, наконец, целый ряд моих последних интервью и более ранних. Вот. У Бояршинова недавно. Аудио статьи Павла Иванова, Дмитрию Золотареву, иркутскому блогеру прямо в больших катах. День ТВ, наверное, уже выйдет. И хочу привлечь к двум потрясающим чужим ресурсам интервью. Ясюковой. Про то, что происходит с туплением народа. И про то, что охлаждение пыла по поводу чатов ДжПТ. Тоже очень хорошая статья. Мне очень понравилось. Так. И куча моих интервью, которые записала Мария Дубинская. Записала и опубликовала в новых известиях в течение кучи лет. Тоже здесь ссылки. Наверное, пока хватит. Итак, резюмирую главное. Подписываемся на все российские каналы и следим именно там. Рутуб становится главной площадкой. Ближайшие это 3 сентября Вышка, 10 сентября Троицк и 13 сентября Екатеринбург, фестиваль IT. И, друзья мои, как всегда, всех приглашаю, конечно же, поддержать нас, нашу деятельность, нас все больше и больше. И было бы очень круто, если бы Бусти продолжался. Говорят, что Бусти имеет какие-то там проблемы. Надеюсь, что он их решит. Вот. Ну, сейчас будет ссылочка на кучу мест, где можно поддержать. На несколько мест сразу. Вот. Так что, друзья мои, до новых встреч вживую, в интернете, всюду. Маткульт, пока!